Покорный сон Здравствуйте, мальчики, здравствуйте, девочки. Всем добрый день. Тишенька, привет, привет. Представляешь, а я только что пришел из настоящего парка. Да? Что же ты делал в парке? Ну, я гулял. Знаешь, там столько разных деревьев, так много. Каких, например? Ну, там был дуб, тополь. Наверное, липа. Липа была, да. Была ольха, береза, каштан, клеон, осина. У меня очень много деревьев. Тиша, а расскажи, пожалуйста, а как ты узнал, что одно дерево называется дуб, другое клеон? Как ты их различал? Ну, ведь это же очень просто. Да? У каждого дерева есть листочки. И все эти листочки не похожи друг на друга. Тиша, а расскажи, пожалуйста, и мне, и ребятам, чтобы мы тоже, прогуливаясь по парку, научились различать деревья. Ну, хорошо. Чем отличаются листочки, например, дуба от дерева ольхи или березы? Ну, вот смотри. И это дерево называется дуб. Он живет долго-долго. Бывает даже пять столетий, представляешь? Пять столетий? Да. Ой, это очень, ребята, долго. На дубе растут вот такие листочки. Ну, разве такие листочки спутаешь с какими-нибудь другими листочками, другого дерева? Значит, листочки дуба с округлыми краешками, да? Да. А еще на нем растут эти желуди. Желуди, да. И вот так можно узнать дуб. И желуди растут только на дубе. Запомни. Да-да, тише, ребята, все запомнили. А вот это, ребята, дерево тополь. Он очень высокий, и листочки у него вот такие. А знаешь, что это за смешные сережки такие вместе с листочками? Это цветки тополя. Да. Они похожи на висящие сережки. А когда тополь цветет, то появляется тополидный пух. Ой, он летит, летит. И кажется, ребята, что пришла настоящая зима. А еще тише пришло время смотреть с ребятами мультфильм. Ну, ведь это еще не все. Я много других деревьев видел. У них тоже очень интересные листочки. Тишенька, мы видимся с ребятами не последний день. И про листья других деревьев мы расскажем в следующей передаче. Ну, хорошо. Тогда мои маешки, ребята. До свидания, мальчики и девочки. Ну, вот и начинается, ребята и девчата. Волшебная история про девочку Ренату. О главу серединовом, о чудесах на свете. Увидите, услышите и взрослые, и дети. Пчела-пчелография, веселые уроки. Такая география, мир близкий и далекий. Какая география, мир близкий и далекий. Добро пожаловать на бал Принцессы Цветов. Уважаемые сказочные герои, спешите поприветствовать Принцессу Цветов. Принцесса Рената желает лично познакомиться с каждым из вас. Ага, мы как раз вовремя. Сейчас мы узнаем, кто из этих сказочных героев хранитель Добрина-Понимателя. И тогда останется только опередить девчонку с пчелой, чтобы захватить этот ДП. Слышь, Бармаш, на парковке перед садом какие-то молодцы с буквами ДПС. Может, это они и есть сказочные хранители Добрина-Понимателя? Ага, очень сказочные. С волшебными полосатыми палками. Лучше на сцену внимательно смотри, умник. Рената, здесь мы будем отмечать, у кого из сказочных героев есть буквы ДП. А, точно. Представление начинается! Все жалеют стрела у лягушки, Оказалась премудрая жена. Говорили супруга, квакушка, Раскрасавицей стала она. Даже если стрела на болоте, Надо верить, не стоит грустить. Неизвестно, где счастье найдете, Важно рядом с любимыми быть. Нет букв ДП? У них нет. Мы тянем, подтянем, Старик, старушка, внучка. Мы лепку достанем, Кошка, мышка, жучка. Зови, старушка, внучка, Кошка, мышка, жучка. Эй! Колобок, колобок, Прыг, скок, кулынок. Всем я песенку пою Про историю свою. Меня слушают и поют. Только съесть не успевают. Я лиса в разных сказках бываю, Мой отец старый лис под рекей. Я не рыжая, я почти золотая, И не хитрая, я просто умная. У нее тоже нет. По щучьему велению, По моему хотенью, Придуманный народом, Одобрен детворой. Не, говорят, ленивый, Не, я трудолюбивый. Поймал такую щуку, С дутенную порой. Я был на диете, И вот похудел. Так хочется кушать, Я б что-нибудь съел. Любитель злопых, Драгоценных вещей, Бессмертная фамилия, Имя Кощей. Эх, я сяду, устал на пенек, Замечательный съем пирожок, Запах вкусный, Стор попитает, Я надеюсь, Никто не узнает. Миша, помни, Сижу высоко, Я умею смотреть далеко, Не садись ты, Мой друг, на пенек, Для родни Испечен пирожок. Кто-кто в теремочке живет, Кто-кто в невысоком живет, Мишка-нарушка, Ягушка-квакушка, Сайчик-побегай, Мясничка-сестричка, Молчок серый, Мы все в теремочке живем. Не там ищите, Не там. Кто это? Кей-ю. Эти буквы, Кей-ю, На английском языке Могут звучать как Кайнджоид андестендер, То есть, Добрин пониматель. Может, она иностранка? Если Кей-ю Иностранное словосочетание, То ближайшие иностранцы У нас в Европе. В Европе много стран, И сказочников много. Тогда вперед! В Европу За таинственной незнакомкой. Труш, Ты языком владеешь? Да, Я им ложку облизываю. Ну, помощничек. Говорила мне мама Бармеку, Чей-и английский. Придется за ним Следовать по пятам. Они клюнули На нашу приманку. Я забью их со следа, И они никогда не найдут Добрин пониматель. Отлично! Грузится на ниточке Шарик голубой Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok